Ну, эти орешки, они же в земле растут, должны быть горы при Адама. А почему? Я на них благословляю мизонот. Почему мизонот? Потому что у них есть цепуй, они обвалены в муке. То есть орешки вот эти, если вы благословляете на вот этот орешек, арахис, только арахис, то на него благословляет горы при Адама. А если это арахис в тесте, остренькое тесто здесь очень принято, то нужно сказать на него буре мине мизонот. Почему? Ну... Ты же правильно говоришь, что здесь основное, орешек или тесто? Тесто это как бы для вкуса. Шня, крутоним, допустим, в салат кладем. Крутоним в салат вообще омойцы. Вообще омойцы. Крутоним это такие кусочки сухариков. Да, сухарики, мелкие сухарики, которые мы кладем в салат. Да, и на них, как правило, нужно говорить в благословении омойцы ля хамина араце. Потому что это, в принципе, кусочки хлеба. Теперь ты задаешь вопрос, почему в этой ситуации нужно говорить мизонот? Потому что у нас есть такая лоха, в сухонорахе написано, что если есть мизонот, он никогда не бывает тафель. Что такое тафель? Есть такое, в принципе, у нас правило. Тафель ваикар, в законных благословлениях. Что такое тафель? Тафель – это второстепенная или незначительная, или приправа, как бы, да? Дополнение к вкусу. А есть и кар основное. То есть, например, если у тебя есть шницель, да? К нему картошка. А к нему кетчуп, например, да? То... Или к нему какой-то соус, например, какой-то более преодомаживанный был, да? Или к нему... О, кугель и соленый огурец. О, отличный пример. Кугель, да? То есть, это кугель – это такое запеченные вареные макароны, которые запекли, опять же, с перцем. В принципе, здесь в Израиле подают это на всякие самоходы, да? Да, кто-то приходит в праздник. Трапезы, когда человек заходит, просто перекусить, поздравить, да? И вот к нему подают соленый огурец. Так если ты ешь соленый огурец отдельно, нужно сказать на него буря-приодома, потому что он плод земли, соленый огурец. А если ты ешь, потому что остренький кугель из макаронов, вкусно с соленым огурцом, как это здесь принято, да? То тогда на соленый огурец не нужно благословлять. А вообще не нужно? Вообще не нужно благословлять на соленый огурец. Если тебе нравится вкус солёного огурца, ты должен на него благословить. Просто, но если ты ешь солёный огурец только в качестве приправы. Маринованные огурцы, а тут солёный, так сказать, блин. Ещё раз, ты хочешь есть солёный огурец, значит, ты ешь солёный огурец. Если ты, тогда на него ты благословляешь. Если ты его ешь только в качестве приправы, как вот кетчуп к шницелю, тогда ты благословляешь на него только буре минами зонота на кугель и больше нет. А вот здесь у тебя, так вот, не бывает, мизунот никогда не бывает второстепенно, потому что оно всегда имеет вкус. Кроме какого случая, когда оно у тебя только для того, чтобы держать. Например, у тебя есть мороженое, а внизу лежит печенье. Это печенье оно не дает ни для вкуса, оно просто оно его держит. О, вафельный стаканчик, он да, для вкуса. Вафельный стаканчик, он да, для вкуса. Потому что вкусно, вороженное с вафельным стаканчиком. И вот здесь вот этот арахисовый, кому не вкусно, кому не вкусно. Если для тебя мороженое, вафельный стаканчик, это может быть действительно индивидуально. Если для тебя вафельный стаканчик, он только для того, чтобы поддержать, так далее. Так вот в этом арахисе нужно говорить, мы на него сказали боре мине мизунот. Почему? Потому что вот это вот, это для вкуса. Если бы это было для того, чтобы держать арахис, тогда бы нужно было сказать боре приадама. Шницель, по поводу шницеля, по которому вы уже упоминали, есть на самом деле на эту тему целый целое очень длинное обсуждение до шницель который специально его в сухариках обваляли из и зажарили да может у него тоже нужно было позволять бурменный мизунот почему-то здесь в израиле принято говорить на него шиакольни обе дворо против всех правил да но в принципе если на нем есть не знаю нет нет такого правила количество если есть мизунот и не бывает если есть мука не но одна крошка это принципе ничего там нет так хорошо если люди в форесте нарушают законы тор нужно взять копию подожди убери копье все еще раз значит недельная глава по шиаколь конечно водку ты только закусываешь соленый огурец до более того если ты есть соленая селедка ты закусываешь это кусочком хлеба чтобы было меньше солоно как написано в мишне то нужно сказать только шиаколь 1 на хлеб не нужно говорить о мойце вообще и так вот у нас такой пост получился совершенно спонтанно перед уроком по аллахе мы решили в честь памяти дедушки рыбьёсов а то сказать да весов угостил орешками и пусть этот пост будет лилю нишма то для поднятия его души за слова торы которые выучат те люди которые будут смотреть этот пост на нашем сайте будут лилю нишмат как яцхак бен моша тей нишмату церура в церуре хайм אפите both Продолжение следует...